Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Шквалистый ветер разгулялся в Анапе ночью. К ликвидации последствий стихии в городе и сельских округах приступили незамедлительно. Участники российского муниципального форума со всей страны обсудили изменения в законодательстве и планы развития. И сейчас обо всем подробнее. Шквалистый ветер с порывами до 35 метров в секунду за ночь оставил без света сотни домов и навел на улицах Анапы беспорядок. Повальны деревья и рекламные щиты. Движение на некоторых улицах ночью было временно приостановлено. На комиссии по чрезвычайным ситуациям, прошедшей под руководством главы Сергея Сергеева, обсудили, как ликвидировать последствия стихии максимально быстро. Все аварийно-спасательные коммунальные службы города-курорты мобилизованы для устранения последствий ночного разгула стихии. Глава Анапы Сергей Сергеев провел внеочередное заседание КЧС, где была заслушана оперативная обстановка, определены дополнительные к уже принимаемым мерам по максимально оперативной нормализации ситуации. Начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков доложил, систем вода и теплоснабжения стихия не коснулась, все они функционируют в штатном режиме. Основной удар стихии пришелся на объекты энергоснабжения. Сильный ночной ветер оставил без света до 25 тысяч человек. Основной удар стихии произошел у нас с 0 часов до 3 часов ночи. Попали в основном центральная и южная территории муниципального образования по мониторингу сельских округов. Разрушение информации, разрушение ни по многоквартирным домам, ни по частному сектору не зарегистрировано. Основные факторы поражения – это масса поваленных деревьев и разрушение рекламных счетов. Поваленные деревья рекламной конструкции – еще одно следствие непогоды. Аварийно-восстановительные работы начались ночью. Энергетики отработали 30 заявок о новчан об отключении электроэнергии. Утром были привлечены дополнительные силы. К восстановлению энергоснабжения в Анапе и сельских населенных пунктах приступили 16 бригад. Сергей Сергеев потребовал предоставить график выполнения аварийно-восстановительных работ и максимально оперативно вернуть свет в детские сады и школы и в дома новчан. Еще одна задача, которую поставил глава курорта перед участниками заседания – мобилизовать все силы для расчистки улиц, проезжих частей, дворовых территорий от поваленных деревьев и мусора. Могу констатировать, даже в этих условиях город убирается. Я видел и Анапа благоустройства, и чистая Анапа, тех, кого мы ругали совсем недавно. И люди, и техника работают. И частники, кстати, работают. Люди выходят, убирают, метут, пилят возле дворов. Собственникам объектов привести в порядок лицевые стороны, внешний вид, все, что выходит в город, на проезжую часть, на тротуары, привести в порядок, убрать. В этой работе должны принять участие все без исключения главы сельских округов, обеспечить устранение разрушений, оказать помощь населению. Собственники и арендаторы участков, на которых установлены рекламные конструкции, обязаны заменить наружную рекламу и баннеры, разорванные ветром. Главам сельских округов под личную ответственность обеспечить устранение разрушений на подведомственных территориях, я имею в виду социальных объектов, оказать всестороннюю помощь населению, управляющим компаниям, провести обследование на квартирных домах, с которыми заключены договора, определить объемы работ по устранению повреждений и немедленно приступить к работе. Глава Анапы заострил внимание на мерах безопасности. Собственники всех стройплощадок должны установить временное ограждение, укрепить конструкции, исключить риск возникновения нештатных ситуаций. В ликвидации последствий стихии уборки придомовых и дворовых территорий просят принять участие и анапчан. Получив накануне штормовое предупреждение, в Гастагаевской средней школе номер 31 сухие деревья и опасные ветви спилили. Но ветер оказался такой силой, что вполне крепкие деревья валились, как подкошенные. Сразу же после заседания оперативного штаба глава города отправляется в станицу Гастагаевскую. Ветер продолжает буйствовать. В 31-й школе ночью оборвало высоковольтные провода, поваленные деревья. Директор школы Наталья Александровна Гайдукова уже ночью организовала восстановительные работы. В обстановке практически полного отсутствия МТСовской связи в станице, помощь школе в ликвидации последствий организовали оперативно и уже распилены упавшие деревья. Сергей Павлович обеспокоен тем, чтобы дети не занимались во вторую смену. Отменяйте не надо. Дома света нет. Какие-то проблемы еще. И дети сейчас еще. Попробуй собери его без света. Мы просто приняли, потому что родители уехали на работу. Нет, ну сейчас да. Сейчас. Вот я сейчас в Гайкадзоре была, в Варваровке. Там все, уже вторую смену отменили. Те дети, которые есть по свете, сократили уроки, чтобы программу вышла. И чтобы домой, ну ветер стихает, чтобы домой аккуратненько, чтобы никто никуда не влез. Потому что, ну это ребенок. Ему сейчас интересно будет по бревну полазить, провод этот схватить, что же это висит. Понимаете? Сейчас у всех пополезли. И так далее, да. Чтобы их проводили домой. Глава поблагодарил за оперативное управление станичное руководство, но энергетикам потребовал определять фронт работ максимальный. Сегодня самое главное – дать людям электричество. Конечно. На ночь, чтобы это все было. Температура еще терпимая на улице, потому что они пытаются на голову залезть. Надо пять бригад, пусть пять будем присылать, пусть работают. Осмотрев на обратном пути еще раз то, как выглядят в результате стихии городские улицы, глава города принимает решение на все участки, где необходимый распил упавших деревьев, расчистка завалов, направить дополнительные бригады людей с пилами и топорами. Помогают главе города в этом предприниматели. Прямо в приемной главы работает оперативный штаб. Здесь принимаются решения, куда в первую очередь направить свои усилия. Директор Римстроя Алексей Краснюк координирует действия этих бригад и определяет им фронт работ. Пять миллиардов рублей вложат инвесторы в развитие экономики и курортной инфраструктуры Анапы. Таков результат участия анапской делегации в Международном инвестиционном форуме. В дни его работы глава курорта Сергей Сергеев провел ряд встреч и переговоров с деловыми партнерами и подписал 12 соглашений. В этом году на форуме Анапа представляло 26 инвестиционных проектов и 32 инвестиционно-привлекательные площадки. За дни работы форума интерес к выставочным площадкам курорта не угасал. И это неудивительно. Все проекты, что называется, под ключ. У нас все проекты, которые мы подписываем, они важны для города-курорта. Все они направлены на улучшение курортной отрасли, на улучшение комфортности проживания на территории. Впервые, наверное, за много лет, это проекты, которые обеспечены земельными участками, реальными. Ну, вы сами должны представлять, что такое реальный земельный участок на территории города-курорта. Программа форума насыщенная. Деловые переговоры и скрепление подписями достигнутых договоренностей. Строительство третьей очереди лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь» в курортной деревне. Возведение апартамент отеля «Клифф», создание этнического парка за околицей, реконструкция санатория «Золотые пески». Эти и другие подписанные соглашения – это новые рабочие места и миллионы рублей в бюджет. Я думаю, что подписание 12 соглашений, они дадут серьезный толчок и развитию экономики, и, наверное, улучшат нашу курортную составляющую. Мы сегодня очень серьезно задумываемся на том, чтобы составлять конкуренцию иностранным курортам. В рамках подписанных соглашений в развитие экономики курорта инвесторы вложат 5 миллиардов рублей. Она попринимает на своей гостеприимной земле 14-й российский муниципальный форум. Представители органов территориального самоуправления со всей России приехали обсудить вопросы развития местного самоуправления. В руках у каждого из участников форума увесистая папка с журналами, дисками и программой форума. Многие участники уже завсегдаты ежегодных дискуссий. Более сотни именитых гостей с комфортом разместили в лечебно-оздоровительном комплексе «Витязь». Вопрос подготовки всегда для нас очень важен. Чтобы все было четко, чтобы были представлены многие муниципальные образования России, учебные заведения России. И требует это очень многих дел. Город-курорт Анапа гостеприимно принимает у себя участников форума не в первый раз. Очень горжусь тем, что российский форум именно работает и собирается на нашей Анапской земле. Рады приветствовать участников форума. Нам тоже надо развивать местное самоуправление. Нам нужен опыт муниципальных образований России, опыт институтов, университетов, профессоров, которые работают в данном направлении. Исследователи, ученые, преподаватели крупнейших вузов страны, делегации органов местного самоуправления из регионов России обсуждают неоднозначную реформу. Самые эмоциональные споры ведутся вокруг 131-го федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Изменения в 131-й закон за эти годы вносились 93-мя федеральными законами и еще двумя постановлениями Конституционного суда Российской Федерации. То есть мы имеем 95 законодательных актов за несколько лет, не так уж на самом деле много лет существования 131-го закона. Форум продлится до 26 сентября. Трехдневная работа Всероссийской дискуссионной площадки очень насыщенная. Участники видят будущие системы самоуправления именно в эффективном взаимодействии с населением и представителями органов ТОС. И к другим темам. Память погибших воинов, освобождавших Анапу от немецко-фашистских захватчиков. Почтили минуты молчания у мемориала воинам-освободителям. У братской могилы 45 советских воинов собрались ветераны войны, сотрудники администрации города, представители молодежи и общественных организаций, анапчане и гости курорта. Чтобы почтить минуты молчания память погибших в боях с фашистами. Благодаря вам, молодежь Анапа, живет сейчас в прекрасной стране, развивающейся. Спасибо вам, уважаемые ветераны. Низкий вам поклон. В завершении митинга цветочную корзину к братской могиле возложили начальник управления организационной работы и по связям с общественностью Татьяна Завезен и председатель совета ветеранов города-курорта Анапа Анатолий Гапонов. В Анапе проходит 23-й открытый всероссийский турнир под дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный 71-й годовщине освобождения Анапа от немецко-фашистских захватчиков. Чемпионам присваивают звание мастеров спорта. Соревнования проходят два дня, 24 и 25 сентября. Парад, открытие турнира смотрите завтра. По данным МЧС России по Краснодарскому краю, в ближайшие сутки сохранится штормовая погода. Местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду, порывами до 28 метров в секунду. На реках ожидается подъем уровня воды. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Без особой необходимости не выходите из дома. И в целях безопасности и сохранения имущества не оставляйте автомобили на площадках под деревьями. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и «Золотой цирк Юрия Николина». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, «Золотой цирк Юрия Николина» снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь! Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи! Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.